День добрый, дорогие друзья, в эфире программа «Семейный доктор» в студии, как всегда, Анатолий Алексеев, я приветствую вас, мы продолжаем наши с вами встречи и беседы о здоровье. Наши монологи о здоровье, скорее, я бы сказал так, и ваши, и наши, потому что тогда, когда вы задаете вопрос и просите меня как-то объяснить ситуацию, которая у вас сложилась, это ведь тоже монолог, только ваш. И вот я бы очень хотел, чтобы мы с вами все больше и больше внимания уделяли не моим монологам, а вашим, потому что именно в них понимание того, что надо делать, именно в них выход из того тупика, в который мы временами с вами попадаем. Итак, начиная сегодняшнюю передачу, я выполняю опять же ваш заказ, я сегодня снова отвечаю день вот этой встречи, я отвечаю на ваши вопросы, пожалуйста, я готов на них ответить. Но в начале нашей передачи я хотел бы, чтобы вы вот о чем подумали. Значит, я прошу напомнить мне, где мы с вами остановились по программе бронхиальной астмы, потому что в следующей передаче я буду отвечать именно, продолжу вот эту тему, тему бронхиальной астмы. Так что, пожалуйста, будьте к этому готовы. Ну и хотел бы вам... Алло, алло. Алло. Здравствуйте. День добрый. Здравствуйте, добрый день. Здравствуйте, я слушаю вас. Алло. Да. Это Татьяна Александровна Щерябинска. Да, Татьяна Александровна. Меня беспокоит вот у моего зятя, у него царкоидоз, он довольно-таки молодой человек. И вот мне интересует такой вопрос, в какой степени подходит ему вот ваша программа по бронхиальной астме, можно ли ее как-то применять вот для этой болезни. Потому что у него такие бляшки на теле, вот такие кости слабоватые, он кашляет так часто, простывает. И вот мне бы хотелось узнать вот это дело, потому что я сколько смотрела в интернете, ничего не могу найти. Вы не найдете ничего, потому что царкоидоз, к сожалению, великому, все, что вы можете найти в интернете, это первое. Первое, вам объяснят, что это системное заболевание, достаточно тяжелое, связанное с проблемами соединительной ткани. Во-вторых, скажут, что методики излечения или лечения царкоидозы нет. К сожалению, есть некие препараты, которые сдерживают этот процесс. На самом деле это так. Но этот ряд препаратов заканчивается преднизолоном, то есть гормональными препаратами. Будет ли подходить наша программа по бронхиальной астме? Да, будет. Да, будет. Единственное, о чем я вас попрошу. С учетом того, что это системные заболевания, значит, надо обязательно, прежде чем начинать программу, сделать УЗИ. УЗИ желчного пузыря и почек. Сейчас я запишу пузыря и почек. Да, на предмет обнаружения конкрементов. Потому что довольно часто при системных заболеваниях, тогда, когда нарушены, как бы, так сказать, вернее, находятся не в сочетанности и гуморальной, и клеточной части нашей иммунной системы, понимаете, вот там и возникают вот эти вот очень неприятные для нас с вами процессы аутоиммунитета. Потому что это аутоиммунные заболевания. Понимаете, довольно часто в этом нарушаются, довольно активно нарушаются процессы обмена. Обмена, усвоения, проблемы, связанные с метаболизмом. В общем, нормой, метаболической нормой нашей с вами жизни. Вот в чём тут дело, понимаете, довольно часто возникают вот эти вот ситуации, связанные с образованием камней. Значит, обратить внимание на что нужно. Если этих камней нет, то это неплохо как раз. Значит, обратить нужно обязательно на воду. Вода ему нужна как минимум где-то 2-2,5 литра в день. А второе, на что надо обратить внимание, это чрезвычайно важно, это ванна со скепидарными эмульсиями, соответственно, ориентируясь на состояние сердечной мышцы, сердца самого, да, и сосудов. Ванны по Залманову. И третье, на что надо обратить внимание, это очень серьёзная вещь. Вот я сейчас, простите, Татьяна Александровна, я сейчас дам вам рецепт одной процедуры, которую он может начать делать. Но лучше, если он начнёт её делать в тот момент, когда начнёт принимать ванна со скепидарными эмульсиями по Залманову. Но я хотел бы предупредить всех, потому что я вот этого ещё, вот этой процедуры не давал. И вот для астматиков, кстати сказать, она была бы очень-очень неплоха. Значит, сейчас мы только с вами договорим. И скепидарные эмульсии. Потому что в самом крайнем, если через месяц-полтора после начала программы, да, вот скипидарных ванн, имеет смысл проконсультировать у доктора, у вашего, который наблюдает вашего зятя, да, проконсультировать препарат, который называется глутоксим. Глутоксим. Сим. Это аптечный препарат, его знают врачи таких вот редких специальностей, и они его знают. А он используется и в онкологии, он используется при системных заболеваниях, потому что это очень мощный иммуномодулятор, не стимулирующий аутоиммунный процесс. Понятно? Вот это очень важно, было бы. Значит, но его надо принимать уже где-то через полтора, там, два месяца, возможно. Надо обязательно проконсультировать с доктором. Я поняла. Понимаете? Ну, по крайней мере, здесь можно рассчитывать на очень неплохой результат. Но, еще раз повторяю, важно здесь, вот, согласовать этот момент с доктором обязательно. Потому что я, так сказать, могу не знать, там могут быть иные соотношения по иммуноглобулинам при аутоиммунитете. А это надо обязательно учитывать. Понятно? Понятно. Значит, а теперь записывайте процедуру. Записываю. И все, кто слышит меня сейчас по бронхиальной астме, запишите, пожалуйста. Это делается так. Она невероятно мощная, поэтому очень важно здесь последить за, как бы вот, дыханием за работой сердечного круга, кровообращение, чтобы, там, таких вот пароксизмальной тахикардии не было. Вот за этим надо последить, не возникало. Значит, делается так. Вы вначале проводите ванну. Ванну. Скипидарную ванну. Нашу традиционную по схеме скипидарную ванну, по залману. В зависимости от состояния сердечно-сосудистой. При повышенном, это желтая ванна, да? Я поняла, это знаю. Да, это все знаете. Да. Вот, сразу после ванны, не обмываясь, выложитесь на аппликатор Кузнецова. Надо обязательно под аппликатор постелить на постель какую-нибудь тоненькую пленочку полиэтиленовую, да? Ну, что будет очень много выходить влаги. Я имею в виду с потом. Пот. Мощный очень пот. Аппликатор Кузнецова. Должен быть от затылка до копчика. То есть, во всю спину. Вообще, желательно при аутоиммунитете иметь аппликаторы сверху. Да? С под нагрузочкой. От нагрузкой. Да, с нагрузкой обязательно. Потому что, ну иначе, ну что же, он же легкий. Он же, что он сделает? Надо, чтобы он был прижат. К животу и груди. Значит, ну вот при этой процедуре сверху не нужно аппликатора. Значит, лег человек на аппликатор спиной, все, приготовился. Сразу же тонкое полотенечко на грудь. Так, как мы делаем горячее грудное обертывание. Но мы здесь обернуться не можем. Сзади аппликатор у нас с вами, да? Под спиной. Поэтому мы кладем тонкое полотенце на грудь. На него сверху горячее, махровое, влажное. То есть, градусов 60-70. На него, на это вот тонкое полотенце. И прикрываем сверху махровым. И советую очень сверху тоже какую-нибудь тонкую пленочку положить. И накрыться теплым одеялом, как следует. Везде все подоткнуть. Да? И лежать таким образом 20 минут. Сразу после ванны. Что возникает. Возьмите после ванны. Да. И по ощущениям людей, которые используют эту процедуру. Я ее пробовал тоже сам, так сказать, достаточно так активно. Возникает ощущение, что как будто бы вот руки, да, плечевой пояс, шейный отдел позвоночника, легкие. Так сказать, вот начинается такая горячая пульсация. Но не неприятная. Это не аритмия, да, при которой там срыв ритма идет. А это как бы вот пульс как бы наполняется, да. Он такой ровный, хороший, но очень мощный. Горячие руки, горячий плечевой пояс и горячая грудь. Да, вот это очень важный момент в силу того, что мы с вами очень хорошо здесь прорабатываем легочный круг кровообращения, что очень важно, да. И создаем условия, при которых вот эти саркоидозные, измененные саркоидозные, так сказать, образования тоже потихонечку организм начинает рассасывать. Понятно? Вот глутоксин, возможно его применение при консультации с доктором месяца через полтора после начала, так сказать, вот такой программы, который будет способствовать более быстрому рассасыванию вот этих вот саркоидозных узлов. Понятно? Понятно. Понятно. Еще что, Татьяна Сыновна? Спасибо, Анатолий Ефимович, вам, за вашу программу. Спасибо большое, Татьяна Сыновна. Дай Бог вам здоровья, ничего не могу сказать. Я сама смотрю вашу программу каждый раз и каждый раз стараюсь что-то почерпнуть и сделать для себя. Спасибо большое. Всего хорошего вам. Еще, Татьяна Александровна, тут почерпнуть-то почерпнуть, но мне бы не хотелось, чтобы это складывалось, знаете, вот в кипу бумажек. Тут написано одно, там второе. Я не хотелось, единственное, вот моя личная проблема, у меня как бы избыточный вес, да, и я вот этот вот аппетит не совсем могу... Знаете, вот я сейчас, я сейчас хочу дать один рецепт для диабетиков, который я подслушал, будучи в Иордании. Им пользуются иорданские люди, живущие в Иордании, иорданцы пользуются. И от них я и узнал этот рецепт, связанный с диабетом. И там был еще один невероятно интересный рецепт, связанный со сбросом лишнего веса. Причем меня он удивил, этот рецепт, честно сказать, и я разговаривал с человеком, который таким образом сбросил 83 килограмма лишних. 83. Понимаете, но надо пользоваться этим рецептом, во-первых, стойко, а во-вторых, очень аккуратно. Что это такое, что это за рецепт? Перед каждой едой, два раза вы в день едите или три раза в день едите, не важно, четыре раза в день едите, не важно, перед каждой едой выпивать 4 стакана воды. Комнатной температуры. Ну, то есть, понимаете, вот все усилия у человека должны пойти на то, чтобы вот эту воду выпить. Понимаете, да? Я пью воду постоянно, по вашей рекомендации, переливаю. Молодец. Вы говорите воду, я дошла до двух литров воды. Молодец. Вот теперь разделите эти два литра, да, на четыре приема, и перед каждой едой четыре стакана. А после этого, пожалуйста, ешьте, ешьте сколько хотите и что хотите. Ну, по крайней мере, так мне было сказано. Все, спасибо. Понимаете, да? И за полтора-два месяца Самир, вот этот вот молодой человек, который не так давно женился, и вот перед свадьбой он решил сбросить вес, а вес у него был 153 килограмма. Вот он из 153 килограмм, 83 килограмма таким образом убрал. Понимаете? Спасибо вам большое. Спасибо. Так что, только, пожалуйста, без фанатизма. Я поняла. Без фанатизма. Я вас умоляю, потому что я человек сиборитского направления, я люблю, чтобы мне было удобно. Все оно так. Но все равно делаю, так сказать, свою программу, по крайней мере, да? И всем советую. Но без фанатизма. Потому что фанатизм нас, извините с вами, нам подставляют все время ножки. Понимать надо, что делаешь. Ну, я поняла вас. Все, Татьяна Оксановна, всего доброго. Ну, а теперь рецепт для диабетиков. Спасибо. Оттуда же из Иордании. Хорошо. Значит, этот рецепт вот какой. Очень любопытный. И в силу того, что там есть некое сочетание, которое точно совершенно действует как противодиабетический, то есть понижающий сахар крови. Причем во всех ситуациях. И даже при аутоиммунном диабете. Понимаете, я очень, так сказать, советую к нему прислушаться. Значит, рецепт такой. Взять один литр холодной воды. Один литр холодной воды. Лучше, безусловно, чистой. Дальше постараться купить на рынке, в магазине, где продаются специи. Или где-либо еще купить корицу. Но не молотую корицу, а прямо в стручках. Вот в этих кусочках коры. Корица. Нужно всего лишь там 3-4 таких вот стручка. Ну, где-то вот сантиметров по 10-15 длиной. Вот таких 3 стручочка на этот литр холодной воды. Поставить на огонь, довести до кипения. И на маленьком огне варить вот эту корицу в этой воде, в этом литре воды. Варить 25 минут. 25 минут. После этого снять. Открыть термос на литр. Там на литр, на полтора, не больше. Положить туда половину лимона. Ну, как? Вот лимон, средний лимон, 75-100 грамм который. Половинку отрезать и разделать его на части. На 4-8 частей. Ну, крупные кусочки, чтобы были. Их положить в термос. И положить туда столовую ложку меда в термос. И залить горячим отваром корицы. Залить. Да, и оставить. Пусть он там настаивается. Лучше это сделать на ночь. Как всегда. Как мы привыкли с вами это делать. И на следующий день. Вот этот отвар. В течение дня выпить. Лучше пить так. По рецепту вот народных целителей Иордании, арабов. Значит, лучше пить так. Стакан перед каждой едой. Вот стакан наш, он как раз там где-то 250 грамм. Вот в течение дня этот литр надо выпить. В обязательном порядке, подчеркиваю, поставьте восклицательный знак. В обязательном порядке отслеживать уровень сахара. Отслеживать уровень сахара. Потому что сахар начинает уходить вниз достаточно быстро. Снижаться уровень сахара крови. Достаточно быстро. Особенно это касается людей, которые используют в качестве поддерживающего средства инсулин. Понимаете? При инсулинозависимом диабете. Очень важно следить за уровнем сахара. И коррегировать, соответственно, дозу лечебных препаратов, которые вы принимаете. В обязательном порядке это надо делать, потому что легко вогнать себя в гипогликемию. Сколько времени вот такой рецепт должен работать? До, я так полагаю, до полутора месяцев. Вообще в Ордании вот этот напиток люди, страдающие диабетом, пьют до тех пор, пока сахар крови не нормализуется. Это не значит, что вот сегодня у вас сахар там 4 с чем-нибудь, меньше 5 или около 5. И вы, так сказать, заканчиваете этот напиток. Нет, это не так. Надо обязательно еще 1-2-3 дня попить этот отвар с тем, чтобы немножко затвердить эту ситуацию. Но не надо ни в чем заниматься, как это называется, фанатизмом. Если вы месяц-полтора пропили, получили какой-то результат, обязательно отдохните с тем, чтобы у вас не возникло биохимической зависимости, физиологической зависимости от этого напитка. Обязательно. Ну, по крайней мере, вот люди, которые мне этот рецепт давали там, они утверждали, что даже, я не могу 100% этим словам доверять, что люди инсулинозависимые уходили 100% и уходили от диабета. Я знаю, что таких разговоров достаточно много, но то, что этот рецепт будет помогать, это точно, потому что лимон и мед, они способствуют снижению сахара, и сама корица издавна, уже тысячи лет, используется как сахароснижающий препарат. Алло, я слушаю. Алло. Алло. Анатолий Ефимович. Да, да. Добрый день. День добрый. Добрый день. Это звонит вам. Вы не слушаете себя, вы говорите, я слышу вас. Это, это, это звонит из Красноярска, Валентина Павловна. Да, Валентина Павловна, я слушаю вас. Мне недавно поставили диагноз сахарный диабет и язвожелудка. Да. Язвожелудка. Ну, назначили лечение таблетками. Ага. И вот я хотела спросить, можно ли применить какие-нибудь наши методы, которыми мы здесь обучались? Конечно. Конечно. И в первую очередь, даже не рецепт, потому что вам таблеточный вариант, лекарственный вариант вам дали. Поэтому вы будете пользоваться теми препаратами, которые назначил доктор. Но подключите, пожалуйста, еще скипидарные ванны для этого. Можно? Позалман, конечно. Язвожелудка. И что? Язвожелудка у вас, извините, открытая? Ну, мне ничего не сказали. Нет, закрытая, наверное. Закрытая, так сказать. Ну и какие проблемы? Да. Понимаете? Тут опасность... Одно время... Да. Ну, одно время давно... В общем, я пила аспирин для разжижения крови, да? Да. И вот, и у меня вдруг начался черный каос. Понятно. Я поняла, что что-то не то, и прекратила я. Правильно сделали. То, прежде чем начинать... Да, и закончилось. Прежде чем начинать пить аспирин, даже для такой благой цели, как разжижение крови, надо обязательно посоветоваться с гастроэнтерологом. Потому что то, что вы вызвали у себя, это было кровотечение. Да, да, да. Ну, вот понимаете, поэтому это... Ну, это было несколько... Нет, вы знаете, что, Валентина Павловна, скипидарные ванны в этой ситуации будут вам только помогать, потому что они будут способствовать регенерации вот язвенного процесса, который у вас есть по слизистой желудка. Понятно? Понятно, понятно. Это объяснимо. И, так сказать, никаких вредных в этом смысле, так сказать, действий мы не производим. Мы, наоборот, помогаем организму справиться с этой проблемой. Поняли меня? Да, поняла. Да, и ещё есть один момент, который я вам советую. Вы где живёте? В Красноярске. В Красноярске, насколько я так помню, значит, есть центры, где можно воспользоваться кислородным коктейлем. Нет, вы знаете, я около Красноярска живу. А, понятно. Потому что очень бы хорошо вот тут ещё использовать кислородный коктейль. Ну, по крайней мере, я вам очень советую начинать нашу программу. Вот сейчас использую эти таблетки, где-то порядка 17 ванн со скипидарными эмульсиями, да, сделать. Помните только, что при цифрах артериального давления выше 160, надо использовать только жёлтую эмульсию. Да, ниже 160, около 150, до 155 смешанную эмульсию. Да, и при очень низком давлении надо использовать белую эмульсию. Спасибо. Спасибо большое. Не на чем. Всего доброго, Валентина Павловна. Друзья мои, а у меня остаётся 15 секунд вот до перерыва нашего. Значит, мы сейчас с вами прервёмся на 5 минут, и через 5 минут мы продолжим. Пожалуйста, буду ждать ваших вопросов. А сейчас перерыв. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ